Продолжение следует... И учить учеников. Об этом как раз и я буду говорить сегодня, какую роль играет Дух Святой в обучении учеников. И тема проповеди, соответственно, учительный труд Святого Духа. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, приветствую вас. Поздравляю вас с Днем Сушествия Святого Духа. Я, пользуясь случаем, хочу передать сердечный привет от Второй Одесской Церкви. Первый брат говорил о том, что нам нужно много учиться. Учиться распознавать Святого Духа. Учиться слышать голос Его. Христианская традиция очень часто нас называет учениками. Вы согласны с этим? Мы ученики. И действительно, христиане называют самих себя учениками. То есть, мы должны учиться. Мы учимся у ног Господа. Но, с другой стороны, иногда с этим возникают какие-то проблемы. Какого рода проблемы? Вот, например, Христос, когда был готов вознестись, сказал своим ученикам кратенькую проповедь или речь о том, что вы должны идти и учить учеников. Ученики Иисуса Христа, им было приятно и комфортно быть со Христом в течение трех лет. Мы говорим около трех лет, да? Они привыкли к тому, что Христос их каждый день встречал. Говорил, наверное, доброе утро. Попекал, направлял их на служение. Но вдруг Христос обращается к ним с очень интересной и очень неожиданной для них речью, которую ученики, возможно, не очень хорошо понимали. Вы должны идти и учить. Нотка прозвучала совершенно неожиданно, что вы, ученики, вместо того, чтобы быть учениками, должны стать кем? Учителями. Когда мы, христиане, которые привыкли себя называть учениками, слышим слово «учитель», то мы обычно обращаемся к тем людям, которые за кафедрой. Вот они – учителя. Да и вообще сказано, что немногие делаетесь учителями. И когда возникает вопрос «мы ученики или учителя?», мы начинаем думать «кто мы такие? Ученики или учителя?» Братья и сестры, кто вы? Ученики или учителя? И то, и другое. С другой стороны, немножко вспоминая обстоятельства жизни учеников Христа раньше, мы говорим о том, что Христос однажды говорил о том, что придет Святой Дух. И Он научит, Он наставит на каждую истину. И мы задаемся вопросом. «Господи, мы ученики, а как нам учиться у Тебя?» Вы можете представить, да, что мы обычно говорим, что мы как учимся? Ну, жизнь учит нас, разные обстоятельства в нашей жизни происходят. Появляются хорошие люди, которые, может быть, учат нас. А как нас учит Святой Дух? Он пришел. И что первое произошло? Ученики начали проповедовать. Ученики начали учить. Я сегодня хочу говорить о роли Святого Духа как учителя. О той роли, которая из учеников, из нас, делает людей необычных. Может быть, мы никогда не думали об этом. Может быть, мы никогда не проникались этой идеей о том, что Дух Святой делает из учеников учителей. Для чего? Очень интересный вопрос. Давайте с вами откроем Священное Писание, Деяния апостолов, 18 главу. Прочтем несколько стихов из этой главы, начиная со стиха 24. Итак, глава 18, Деяния апостолов, глава 18. Начинаем читать со стиха 24 и ниже. Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Один кратенький эпизод из Деяний, один кратенький эпизод из жизни апостола Петра и один кратенький эпизод из жизни одной семьи Акила и Прескила. Очень интересная семья. Если вы читаете Писание, то там встречается достаточно много персонажей. И в данном случае мы говорим о том, что здесь есть два ученика. И говоря об этих учениках, начиная с начала главы 18, Павел говорит, что он, оставив Афина, пришел в Каринф и нашел там некоего иудея именем Акилу и его супругу. И по сходству ремесла они начали трудиться вместе. И по контексту этой главы мы видим, что Павел, Акила и Прескила вместе провели около полутора лет. Очень благословенное время. И вот когда мы читаем стихи, которые мы прочли ниже, мы обращаем внимание, что, услышав Аполлоса, с одной стороны, человека очень красноречивого, а с другой стороны, похоже, не вполне, не во всей полноте знающего Писания, что они сделали. И вот я хочу пригласить вас вместе со мной порассуждать над этим текстом, порассуждать над этими событиями и взглянуть, может быть, немножко внутрь жизни этих людей, посмотреть, кто они такие и что они делали, и какую роль Дух Святой играл в их жизни. Во-первых, мы говорим о том, что Акила и Прескила сами знали истину. Мы с вами знаем, слово «знать» подразумевает под собой очень многое. Когда человек знает, это значит, он научился. Те из вас, кто были, может быть, когда-то студентами, те из вас, кто, может быть, являются студентами, и мы с вами знаем, что учиться – это непростое занятие. Это, на самом деле, очень сложный процесс. Нужно учиться чему-то, нужно учиться как-то, нужно кем-то стать. И слово «учение» очень часто подразумевает процесс. Акила и Прескила этот процесс проходили в течение полутора лет. И мы говорим, что они знали истину. Очень часто сегодня, когда мы рассуждаем об истине, не знаю, проверьте свое сердце. Что мы поднимаем под словом «истина»? Некоторые люди говорят, истина – это свод учений, свод правил. это некое знание, очень часто систематическое знание, которое мы должны в себе как-то в себя вместить. С другой стороны, когда мы говорим о том, что истина – это Христос, мы говорим, что это не только знание, это способность некоторая, это некоторые личностные качества, которые должны быть у человека. То есть, истина – это не мертвое знание. Истина – это не свод законов, но это свод законов, которые живы и действенны. Акила и Прескила, как они научились этой истине? Во-первых, они провели с апостолом Павлом благословенное время. Они потрудились вместе. Я не буду зачитывать всю главу, вы можете это сделать дома. Они, извините, провели с Павлом полтора года. Началось все с чего мы говорим? Началось все с труда. Если хотите узнать человека очень хорошо, что нужно сделать? Нужно попробовать с ним потрудиться. Очень интересный вопрос, что отношение к труду очень конкретно много говорит нам о человеке. По сходству ремесла Акила и Прескила начали трудиться вместе с Павлом. Это первое, с чего началось обучение. Я вспоминаю свои молодые годы. Конечно, это не было обучение с апостолом Павлом, но в институтах раньше любили, конечно, не из-за того, что хотели посмотреть, как человек работает, но посылали на картошку. Наверное, вспоминаете. Может быть, еще на какие-то сельскохозяйственные культуры и, так сказать, работы. Но очень интересно, что обучение для многих студентов в институтах, и многие студенты говорили, ну как, мы пришли сюда высшую математику изучать, например, еще что-то, философию, науки, а нас посылают на картошку. Ну, и как вы догадались, наверное, что я тоже был причастником таких мероприятий. И вот интересно одно из наблюдений, которое я вынес из этого, так сказать, процесса, что те люди, которые хорошо собирали картошку, они хорошо читали книги, они хорошо сдавали экзамены. А вот те люди, которые отлынивали, ну и так дальше, вы понимаете, да, к чему я? То у них и с книгами были проблемы. Акила и Прескила начали трудиться с Павлом. А Павел в то время, когда он работал, он еще делал много чего. Он ходил по субботам в синагоге и учил, кто такой Иисус Христос. Во время труда, я догадываюсь, что когда руки делают что-то, то шли разговоры между Акилой и Прескилой о том, что чему учит Павел. И после этого они, наверное, научаясь работать с Павлом, увидя, каков он как человек, увидя ту истину, которую он проповедовал, они обратили внимание, как он учил людей. Он выискивал любую возможность говорить о Христе. И они это тоже увидели. И вот все это в комплексе называется истиной. И когда мы вспоминаем учеников, которым сказал Христос, что вы будете мне свидетелями, вы будете учить. И когда сошел Дух Святой, оказалось, что ученики, в частности Петр, знают истину великолепно. Им не хватало только импульса. Они были вначале испуганными. Они прятались. Но Дух Святой дал им силы. И вот мы говорим, что человек, прежде чем учить, должен знать истину сам. И когда мы говорим, Господи, Дух Святой, Ты сходишь на человека, Ты позволяешь нам творить великое, то Христос, который говорит, что Дух Святой сойдет и возьмет от кого? От меня. А что мы берем от Него, братья и сестры? Слово Божие, которое мы с вами читаем каждый день, которое мы изучаем и которым наполняемся. Он возьмет это Слово. И поэтому мы сегодня говорим, когда мы учимся у Духа Святого, Он наставит нас на всякую истину. Как Он это делает на сегодняшний день? В том числе через познание Слова. В том числе через познание людей, которые знают это Слово. В том числе через то, что мы трудимся вместе. И сегодня мы говорим, братья и сестры, если вы знаете Слово, мы сегодня не просто ученики, мы учителя. Единственное, что иногда мы этого не знаем. Я вдруг обнаружил, что со временем, когда человек находится долго в церкви, у него находятся ученики, иногда тайные. Это молодежь, которые наблюдают, братья и сестры. За вами, кто долго ходит в церковь, наблюдают много глаз, молодых глаз. Они могут никогда в жизни не признаться, что они наблюдают за вами. Но они смотрят, как Акила и Прескила смотрели за Павлом. Как вы работаете? Как вы изучаете Писание? Чему вы учите? У многих из нас, я могу с очень большой долей вероятности сказать, есть много учеников. Мы только об этом не знаем. И если мы становимся старше, то у нас этих учеников появляется больше. Много людей наблюдает за нами, как мы живем христианской жизнью. Итак, для того, чтобы учить, для того, чтобы быть правильным учеником, Христос учит, Дух Святой учит, что человек должен иметь острый ум, ум к разумению Писаний. Но Писание часто к нам приходит не только из Слова Божия, а Писания приходят через богоугодных людей, через тех, которые с нами, может быть, сегодня в Церкви, сидят по правую или по левую сторону. И мы своими словами, своими действиями, своими впечатлениями, своими характеристиками учим друг друга. Акила и Прискила не только сами научились, они услышали, о чем говорит Аполлос. Вы знаете, с одной стороны, красноречивость – это великий дар от Бога. Мы с вами, когда говорим, я не знаю, кто-то подсчитывал или нет, но сколько мы слов употребляем в нашем лексиконе. Говорят, что если человек более-менее среднего образования, он употребляет где-то от трех до шести тысяч слов в своем лексиконе. Если человек более образован, он начитан, он употребляет больше и больше слов, и иногда это кажется чудом, как человек может много слов знать. И таким был Аполлос. Он был из Александрии, там, где люди учились и любили говорить. И с другой стороны, у него был недостаток. Он, с одной стороны, знал путь Господа, но, с другой стороны, оказывается, он не знал его до конца хорошо. И в этом смысле мы видим, что Дух Святой через апостола Павла научил Акилу и Прискилу иметь не только острый ум, открытый к разумению Писания, но и, я бы сказал, острый глаз. Чему Дух Святой учит нас? Если мы имеем только знание, некоторые люди говорят, ну и что? Но это знание нужно как-то употреблять, нужно куда-то его прикладывать. Есть в современном мире такая фраза, очень известная, know-how, знать как. То есть, я имею знание. Очень интересное исследование было сделано на Западе. Создали клуб вундеркиндов. Где-то в 60-е годы вдруг начали считать, что вундеркинд – это будущее нашего человечества. Их нужно каким-то образом, особым образом воспитывать и взращивать, для того, чтобы получились мозги человечества. Создали клуб вундеркиндов. Самое интересное, что в результате определенного времени оказалось, что человек, который является вундеркидом, скажем, в математике, к сожалению, не очень приспособлен, может быть, жить среди обычного мира. Почему? А потому, что он не умеет применять это знание. Он может решить одну единственную теорему. И все. И оказывается, что наилучшим КПД с точки зрения знания обладают не все вундеркинды. Не все становятся Эйнштейнами из вундеркиндов. И очень интересно, что это исследование заканчивается тем, что многие вундеркинды в детстве, кстати, мне пришлось однажды встречаться с вундеркиндом совершенно случайно, бывшим, как говорится, вундеркиндом, музыкантом. У нас были дома гости, и парень молодой подошел к пианино и начал играть один из концертов Чайковского. И делал это профессионально. Мы с женой, конечно, сразу спросили, мы никогда не знали тебя в этом качестве. А он говорит, я был вундеркиндом в детстве, я играл шикарно, но говорит, я не могу музыцировать. Я говорю, вот помню, играю только с нот. А вот гибкости не хватило ему стать музыкантом, гибкости, я так понимаю, в музыке. И вот оказывается, что многие вундеркинды заканчивают свою жизнь кем? Уборщиком на улице, может быть, сантехником, еще что-то. Несмотря на то, что в самом начале они подавали великие надежды для человечества. И оказывается, что человек должен научиться применять свой талант. Без этого талант не талант, без этого знания не знания. И Акила и Прескила научились от Павла применять истину, которую они получили. Научились так, как это Павел делал. То есть, всегда и везде есть возможность. Дорогие братья и сестры, это и к нам относится. Умеем ли мы применять то, что Христос дал нам? Просим ли мы об этом? Молим ли мы об этом Бога, чтобы то, что у нас есть, мы не зарыли, как тот единственный талант? Мы не спрятали его и сказали, Господи, вот он будет лежать в целости и сохранности, доколе ты придешь. А мы бы этот талант взяли и употребили. Острый глаз – это еще не все. Здесь говорится о том, что Акила и Прескила приняли Аполлоса. На сегодняшний день, несмотря на то, что мир называется часто глобальной деревней, становится как бы теснее. С другой стороны, люди становятся дальше и дальше друг от друга. Слово «принимать» – это очень серьезное и очень вызывающее слово к нашей культуре. Что значит принимать? Христос принял учеников такими, какими они были. Братья и сестры, я скажу еще больше. Один из факторов, которые меня постоянно смиряют, что Христос принимает меня не таким, каким Он хотел бы меня видеть, а таким, каков Я есть. Христос сегодня принимает вас не такими, какими вы хотели самих себя видеть. Он принимает вас. Это великое откровение, которое приходит к нам такими, какими мы есть. Может быть, неуклюжими, может быть, не знающими истину до конца, может быть, бунтарей, может быть, мы не совсем согласны, может быть, мы не совсем хотим делать то, что Бог от нас хочет делать, но Он нас принимает. Без этого обучение не может состояться. Одна из заповедей учителя, что учитель должен принимать студента, ученика, таким, каким он является на данный момент и, конечно же, вести его дальше. Одно из того, что делает Святой Дух, учит нас принимать. Акила и Прескила приняли. Безусловно, Акила и Прескила имели бы возможность сказать, а, это не мое дело. Или они могли сказать, о, посмотрите, какой образованный человек. он много слов знает, он много понятий знает, но он не знает самого главного. Отвернуться, прах отрести от ступней своих, да, и уйти. Но Акила и Прескила имели не только острый ум, имели не только острый глаз, но имели широкое сердце. Дух Святой сегодня учит нас открыть наше сердце к людям, которые может быть не такие, как мы. Однажды в жизни мне пришлось слышать серию проповедей, которая была озаглавлена одной единственной цитатой. «Почему бы тебе не стать хорошим христианином?» Дальше была запятая «Таким, как я». мир становится с одной стороны теснее, но с другой стороны мы понимаем, что мы очень сложно принимаем друг друга, церковь. Но церковь это там, где принимают, там, где встречают. Обучение начинается с возможностей, обучение начинается с принятия. Чему же научился Аполлос? Здесь говорится о том, что он знал только путь Иоаннов, только крещение Иоаннова. Мне хочется еще несколько перед завершением проповеди сказать мыслей. Чему учил Иоанн? Иоанн учил примириться с Господом, покаяться. Мартин Лютер в своих тезисах призывал, что покаяние это дело всей жизни. Звучит великолепно, звучит здорово. Есть одна проблема. С одной стороны, если человек знает только путь покаяния, он знает, как не нужно делать вещи или как нужно не делать вещи. очень часто христиане застывают вот в этом положении. Они знают, как не делать что-то. И такими были ученики Иисуса Христа. Они знали, как не делать многое. Но проблема была в том, они не знали как куда идти дальше. Чему Дух Святой учит нас, когда Он говорит, что наполняет человека, когда дает ему разумение Писания. Он его не только учит, Дух Святой не только нас учит покаяться, изменить направление в жизни, но Дух Святой учит нас куда нам идти, что нам делать со всем тем, что мы накопили, какими нам становиться. И вот этот поворот испытал Аполлос на своем жизненном пути через встречу с Акилой и Прискилой. Он понял, что не только крещение Иоаннова важно. Это важно дай аминь, и оно остается важным по сей день. Но нам нужно знать, куда идти. Самый серьезный вопрос, на который богословы часто не могут ответить, и они, конечно же, не в состоянии ответить, когда задается вопрос, как будет дальше и как будет там? Мы говорим, Господи, только Ты можешь ответить. Но многие люди говорят, там будет лучше, чем здесь. И очень интересно, я слышал от нескольких пожилых людей ответ. Они говорят, мы понимаем сердце, мы не можем описать, там будет лучше. меньше. Конечно же, Писание дает нам описание чудесного города с улицами, вымышленными драгоценными камнями, золотом. Это метафоры, которые рассказывают. Христос, когда Он пришел, Он показал путь. Многих христиан в самом начале называли людьми пути. Он показал, куда нужно идти, что нужно делать. И на сегодняшний день Слово Божие, на сегодняшний день Дух Святой побуждает нас подумать, чтобы мы имели острый ум к разумению Писаний. С этого все начинается. Это то Слово, которое было обращено к людям. Сегодня Дух Святой учит нас иметь острый взгляд, чтобы знать, во-первых, как к себе употребить это Писание и как принести пользу другим. И третье на сегодняшний день Дух Святой учит нас, как открыть сердце свое к тому, кто слева и к тому, кто справа, к тому, кто спереди и к тому, кто сзади, для того, чтобы имя Его прославилась во веки веков. Да будет Ему слава. Аминь. для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.